Всем привет! Сегодня 19 октября, в Московской области. Я занимаюсь земляникой крупноплодной, то есть подготавливаю ее к зиме. У меня три 6-метровых грядки. Есть земляника, которую я высаживала уже готовой рассадой, то есть я ее покупала. А есть три сорта, которые я выращивала в этом году из семян и высаживала тоже весной. Например, это сорт искушения, ремонтантный сорт. До сих пор цветет, ягоды очень много, но смысла ее держать уже нет. Сегодня буду все обрезать, потому что у нас на следующей неделе уже заморозки. В общем, смотрите, отличная земляника, крупноплодная, мне она понравилась. Но она мелковата почему-то у меня, может быть это потому что первый год. Есть средняя, но больше мелковатая. Вот она еще. Ягоды, конечно, очень много. Есть сорт заря. Вот куст. Тоже ягоды очень много. Она средняя и мелковатая, но она пока вкусная, сладкая. Кислинки практически нет у этой ягоды. Вот такая ягодка. Смотрите, ее сколько еще. Заря отличный сорт, прям понравился мне. И куст такой небольшой, собственно говоря, кусты, что заря, что искушение. Они, видите, похожи между собой. Но искушение с такой кислинкой, а вот заря прям сладкая-сладкая ягода. Так, и еще один сорт я выращивала. Это сорт гигант. Это вот у меня два куста. Но она не цвела. Соответственно, ягоды я у этого сорта не увидела. Как заявил производитель, она очень крупная. Ягода есть и по 60 грамм должна быть. Представляете, как она огромная. Но не цвела вообще. И куст такой, ну, болявый-неболявый он. Но, в общем, этот сорт капризный для меня показался. Не знаю. Если зацветет в следующем году, я увижу ягоду, оставлю. Если нет, буду убирать это все. И дальше у меня уже эти все сорта. Это, которые я покупала, высаживала поздней весной рассадой. Здесь у меня вот и купчиха. Тоже. Сейчас вот вам как раз ягоды еще не сняли, покажу. Вот. Купчиха. Тоже очень много ягод у нее еще. Видите, она вся цветет. Плодоносит у меня в этом году только два куста из четырех. Вот этот не плодоносил. Это Миццин Шиндлер. Тоже он вот начал цвести. Это поздний сорт. Но почему он у меня не дал ягоду, только начал цвести? Потому что вот я еще раз скажу, что я ее высадила весной поздно. Поэтому ягоду я еще не увидела. У нас еще год, я думаю, попробовать. У Шиндлера очень красивый куст. Он такой раскидистый, лежит на земле. Лист такой темно-зеленый. Листва очень красивые, не болявые. Не знаю, как на вкус ягода будет на следующий год. Но если понравится ягода, буду разводить Шиндлер. Сам по себе куст отлично. Самое главное, что он не болеет. Это Альбион тоже ремонтантный. Ремонтантный сорт уже цветет. Ягоду увидела, попробовала. Вкусная и очень красивая. Вот она вся. Все это буду обрезать, вырезать. В общем, приводить в порядок землянику. Азия. Тоже у меня здесь кусты. Но в этом году я не видела ягоду еще пока. На следующий год буду смотреть. Это сорт Полка. По-моему, я еще не видела тоже ягоду. Да, тоже кусты. И все. И здесь у меня две грядки. Экспериментальная. Одна грядка. Я натягивала черный укровной материал. Первый раз так высаживала. Это уже усы. Это с этих растений получены усы и высажены. И еще у меня 6-метровая грядка. Здесь тоже высажена усами. Все прижилось. Отличного качества рассада была, конечно, своя. Поэтому тоже буду обрезать. Землянику зачистила. У каждого куста срезала все цветоносы, все листья, где были пятнышка, полпятнышка. Всю старую листву все убрала буквально и оставила здоровую, хорошую листву. Таким образом уходит она у меня в зиму. Уже весной будет зачистка. Все, что срезала, складываю в ведро и сжигают. И только так. Сейчас взрыхлила почву. Почва у меня здесь очень легкая, унавоженная. Но в зиму сейчас я еще подкормлю. Возьму 2-годичный перепревший навоз и возле каждого куста слегка разложу его. После того, как добавила в грядку перепревший навоз, я буду обрабатывать землянику крупноплодную препаратом Актелик. Здесь идет ампула в 2 мл. Если проблем на землянике не было, то разбавляем одну ампулу на 2 литра воды. Если, конечно, была большая численность вредителей, то делаем 2 мл на 1 литр воды. Работу с земляникой я закончила. Заложила небольшой слой соломы в грядку. Что значит небольшой? В общем, на одну 6-метровую грядку у меня ушло 2 мешка набитых соломой. Все, в принципе, земляника у меня к зиме готова. И та земляника, которая посажена черной укровной, она так в зиму уйдет. Еще хотела сказать насчет препарата, который я сегодня использовала. Это Актелик. Я считаю, что это сильный препарат. Химический, да, можно так сказать. У меня заболеваний не было в этом году. Я имею в виду вот этих клещей земляничного и паутиного. Единственное небольшое было количество земляничного долгоносика. Да, он был, но незначительно. Но боюсь, что что-то заведется. Поэтому осенью, и именно осенью, я использую такого рода препараты. Что делать? Но я им не работаю по земле. Я обрабатываю только листовую пластину основную. И обрабатываю в особенности те молоденькие листики, которые нарастают вот здесь внутри. Так сказать, сердечко. Вот они молоденькие. Именно здесь любят откладывать яйца вот эти все клещи разного вида. И здесь обработка у меня основная. И, конечно, вот эта листва. Землю не трогаю. Что еще у меня остается сделать? Так это в эту зиму буду укрывать спонбундом. Это 60-ка. Уже когда по погоде посмотрю, что наступают у нас морозы, просто в один слой буду вот так накидывать этот укрымной материал. Прямо ложить на саму землянику. И она так у меня уйдет в зиму, накрытая спонбундом. Весной ранней я поставлю дуги. Подниму этот спонбунд и накину на дуги. Все. Делать это буду для того, чтобы земляника хорошо перезимовала. И накинув на дуги весной, я хочу уберечь ее от весенних заморозков. Вот этих первых. В Московской области это всегда такое. В общем, хочу хороший ранний урожай земляники. Я буду заканчивать свое видео. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.